На соревнования приехали спортсмены со всего Сибирского федерального округа. Даже из-за 30-ти градусных морозов заезды все равно не отменили. Главная задача спортсменов – спуститься с вершины горы как можно быстрее. Для этого необходимо ехать по наиболее оптимальной траектории, как можно меньше сделать ошибок. Только тогда удастся сократить время. Зачастую скорость лыжников достигает 60 км в час. Однако, как говорят участники, трасса оказалась сложной. Да еще и погода внесла свои коррективы. Сегодня было очень холодно, из-за этого лед. Из-за этого льда на крутой трассе иногда бывает очень сложно повернуть. Сложно было вперед уходить, в переднюю стойку. Катаж нужно проехать быстро, максимально. Техника хорошая должна быть для этого. Эти традиционные соревнования по горнолыжному спорту. Показать себя приезжают десятки спортсменов. Лучше из них представят наш регион на Кубке России. В Красноярске проходить они будут пять дней. Соревнуются участники в таких дисциплинах, как слалом-гигант, специальный слалом и супергигант. По словам специалистов, подготовка идет круглый год. Чтобы не переносить соревнования из-за погодных условий, тренеры готовят не только спортсменов, но и лыжи. Готовят инвентарь именно по ту погоду, которая будет. Причем с учетом того, что наверху трассы температура иная, нежели внизу. Мази, ускорители и так далее. Поднимают участие в соревнованиях как юноши, так и девушки. И низкие температуры для такого экстремального катания совсем не помеха. Екатерина Погорелова, Максим Галат. Новости.